А что с ней делать? Ничего не надо делать, она растет и расти. Брови же вы не бреете? Нет. Раститься не подрезаете? Нет. А почему борода в такую немилость попала? Ну это разве вредно? Вредно. Это власть ваша над женщиной. А это подкаблучник бритый. Это вторая мама в доме появилась. Ну да. У женщины, если волосы растут на лице, это означает там какая-то эндокринная система, там что-то не сработало у нее, там, ну, ненормально. Женщина с бородой, это уже удивительно. А так и мужчина без бороды. Это неестественно. Так есть же женщины с усиками. Да при чем тут с усиками? Не надо трогать ничего. Вы посмотрите на более ранее Лев Толстой, посмотрите, Достоевский, Адмирал Макаров, какая борода, Фридрих Энгельс, Карл Марс, Владимир Ильич Ленин даже с бородами. Он даже рисует у мусульман Мухаммад с бородой. Он не бритый. У нас Иисус Христос с бородой, апостолы с бородами. А у вас борода длинная? Нет, не длинная. Вот она. Вы ее убираете? Я 57 лет не трогаю. У нас все с поясами. У нас женщины в платках ходят. Два, как хиджаб. Община православная. Платье до полу. А вы откуда? Не откуда. Из кухни пришел. Сейчас только шторки открывал. Нет, а город? Город, где нахожусь. Вы правильно спрашиваете. Откуда? Где я нахожусь? Город Барнаул. Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Ого. Ну что? Следователь. Сколько лет вам? А вы как думаете? Я так думаю, 68. Правильно. 81. Ничего себе. 81. Я в 87-м только освободился из лагеря. За слово Божие, что распространял. У меня за плечами другая жизнь. Пять тюрем пришлось пройти. При советской власти. А теперь я реабилитирован. Строим деревню православную. Храм построили. Молимся. Я начальник детского лагеря 45 лет был. Еще ни одной таблетки не съел. За всю жизнь. Две голубятни у меня есть. А у злого человека написано. Голуби не водятся. А у меня даже зимой я беру парочку здесь держу под боком, чтобы арковали. Ничего себе. Вот. Вы если зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин. Два слова. Это я. Запишите. Я там могу скинуть все ресурсы. У нас очень большой ютуб. Очень большой. 16 850 роликов. А что вы там рассказываете? Мы показываем, как деревню строим. Как миссионерская поездка была. Как воспитываем детей. Как проповедуем. То есть, как обращаются люди. Вот такие беседы. Вот если вы зайдете на наш видеоканал. Он называется «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Вы увидите, как мы с вами разговаривали. Вы хороший собеседник. Одетый. Не ругался. Не лежит. А сидит-сидит. Я не понял, что вы еще не лежите. Нет, я лежу. Прямо лежите? Прямо горизонтально? Ну, не прямо горизонтально. Ну, вот так. А мне показалось, что вы просто облокотились спиной. Ну, да. Немного, да. Ну, вот видите. Вам будет приятно посмотреть на себя. Вы заходите только на канал. Вам будет очень интересно. И там вы можете задать вопросы. Комментарии оставить. Как вы какие-нибудь оздоровительные? Как? Оздоровительные какие-нибудь комплексы? Никакие. Ничего нету. Поклона. Вот у меня лестница. Я по ней захожу днем. Семь раз к Богу. Сто поклонов. Ночные молитвы. Утренние, вечерние не считается еще. Так что тысячи поклонов, считай, каждый день перед Богом. Вы христианин? А? Вы христианин? Я православный христианин. Не просто. Христианин, это еретики бывают разные. Мы православные. Наша церковь, в каждом городе храмы стоят. А вы знаете, человек до чего живет? Какая цель жизни его? Цель? Какая? Чтобы беспроигрышная была. В любом... Вот сейчас оба мы, вы и я умерли сейчас. И цель должна быть достигнута. Еще проживем по сто лет, и тогда будет достигнута. Что такая цель? Которой в любом варианте мы должны достичь ее. Хотя бы атомная бомба взорвалась около нас. Не знаю, мне кажется. Вот так. Я на корабле работал, этот вопрос ставил, ни один не может ответить. Я говорю, сейчас вот корабль перевернулся, ну, подорвался на военной, там, мине, и нас нету. А какой? Да вот ребенка, сына родить, дом построить, дерево посадить. Дерево засохнет, дом взорвется, а сын против тебя пойдет. Вот, ну что, цель одна должна быть. Если по-простому, по-понятному, спасти свою душу, а не жизнь. Если весь мир приобретешь, а душе повредишь, какой выкуп дашь за нее, говорит Иисус Христос. Иисус умер за наши грехи. Он ждет нас с покаянием, чтобы жили для Бога. Серафим Саровский говорит, смысл жизни – стяжание Духа Святого, чтобы жить в Духе Святом. Вот мы деревню строим православную. Первый раз, чтобы с человеком встретиться, мы говорим, договоримся, не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Тогда первая беседа будет, чтобы поселиться. Я сказал в краевой администрации, они говорят, а у нас тут такого ни одного нету. Статистика врет на каждом шагу. Мужчины курят подряд, женщины матерятся. Но это так и есть? Ну да, так и есть. А у нас этого нету. Я вот за всю жизнь, за всю жизнь еще, ну никогда, ни одного слова Матершинова не сказал. И ни одной таблетки не съел. Я просто живу и радуюсь в Боге. Каждый день труд. Пилой пилить, там что-то делать, в огороде копать, дороги строим, пруды новые, новое место там еще нет. Сами все делали, без помощи государства. Уже сделали шесть прудов. Три из них зарыбили, то есть рыбу напустили, сами ловим ее. А где вы берете финансы? Работают, коров держат, продают молоко каждый вторник в город везут, это 150 километров. У других там бараны, мясо продают, яйца делают, творог, даже сыр варят и все продают. Своё все, ворованного нету, ни грамма, нигде. То есть у вас целая деревня? Да, мы деревню с нуля строим, православную. А хотя разрушено 21 тысяча сел в России, полностью исчезли. И 10 тысяч, говорит, дышат наладом. Один-два человека остались. И мы взяли землю, получили регистрацию. Краевой совет принял решение о восстановлении. Но нам ни копейки за 28 лет не дали, ниоткуда. Электричество есть, государственная школа, храм Божий. А что вы можете сказать о нынешнем вероисповедании? Вот то, что в церквях происходит. Какое? Вероисповеданий много. Ну вот основная часть, да, вот что в церквях происходит? Видите, мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. А человек принимает, не принимает его дело. Мы не о религии берем. Ну, люди называются. Вот, допустим, говорят, там 78% в России православные. А из них 1,5% только в церковь ходят. Ну, все. Какие же они православные-то? Я как-то, я часто повторяю это. Было бы в одном как бы совещании или собрании назвать. Мусульмане там собрались, имамы. Это как епископы, мулы. Я вопрос один задал. Какой процент девственности сохраняется у вас до первой брачной ночи? Что за вопрос? Ну, сколько? Они не могут понять, как сколько? Сколько положено, столько. А сколько? 100%. Я говорю, у нас в седьмом классе уже трудно найти. Она на вторую букву алфа это называется. Нам только учиться надо. Никого не отрицать. Нести свет Евангелия людям. Я вот 57 лет, в 23 года обратился. Свидетельствую всем о Боге. Такая миссионерская поездка из Барула до Владивостока, Лиссабон, Португалия, Ахлантический океан, Прибалтику, Скандинавию прошли и Турцию. Я везде дарил, 650 городов прошли. Свои 38 томов книг. Подарок сделали в 35 миллионов. А почему? Я люблю моего Господа. Мои книги я отвечаю студентам в университетах по радио, где о Боге. Я отвечаю тут на 4124 вопроса. Что об этом говорит Библия? Святые отцы. А что они говорят? Это 300 томов надо знать. 300 томов полянтов. Что каноны говорят? Правила. 719 правил. Я должен сразу ответить. И что говорят жития святых? Это 1173 биографии святых. Вот если вы зайдете на наши ресурсы, на YouTube, он называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, вы увидите там море информации. Как прийти к Богу, как жить в Боге. В моем мире, мой мир, Mail.ru, там у меня 22 тысячи фотографий только. У нас есть и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в Одноклассниках, в Контактах, журнал живой. Ну, везде есть. Администрация работает. Но материалы все мои. Это Бог так сделал. Меня взял как рупор, как трубу. И протрубил свою волю Бог. Можно такой вопрос? А кто такой Бог? Бог – это Творец Вселенной, безначальный и бесконечный, любящий, милосердный и строго наказывающий за отступничество. В книге пророка Иеремии, 15 глава, 6 стих написано так. «Ты оставил меня». То есть неверующий просто. Бог говорит, я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Это один стих. А то Бог никого не наказывает. Не надо лгать. Первый мир потопом весь потоплен был. Восемь человек только спаслись. Вновь и ковчеги. Содом и Гоморра, который мужик на мужике женился. Бог выжиг их всех. Как вот щадрулетка. Рулетка, щадрулетка, сгорит вся. Столько тут мерзости. Сколько рукоблудия. Сколько всякой заразы. А то Содом и Гоморра. И мы сюда принесли свет Евангелия. Иегова? А? Иегова? Слово еще раз повторите. Иегова? Иегова. Это Бог так открылся Аврааму. Он спрашивает Моисея, а как тебе имя? Он говорит, Иегова. Есть сектанты такие, свидетели иеговисты. Иеговы. Они это имя сделали известным, а у православных и не знают. Даже не знают. Это неправильно. В Библии восемь раз слово Иегова встречается. Что-то трудно принимать. Даже лоб наморщили. Ну так, относительно. Я вам говорю истинно в конечной инстанции. Дальше искать нечего. Вы будете искать в Библии хоть сто лет. Не найдете девятого раза. Только восемь раз. Бог заявляет о себе, что Он Бог Иегова. И мы Ему верим. Но в наших богослужебниках нигде больше не встречается это имя. Попы скрыли его. А для чего Бог создал Вселенную? Вселенную для того, чтобы любовь была у творения. Чтобы люди эти жили. А зачем Он создал? А зачем ты дерево посадил? Ты его не делал, и то посадил. Зачем? Бог ни в чем не нуждается. Его миллиарды лет, может быть, ангелы Херувима Серапима для славы своей. Все премудро сотворил. Чтобы люди удивлялись, как на земле хорошо. Это когда живут по Богу. Когда разум-то ни токсикомания, ни наркомания, ни пьянством не затуманены. И тогда человек славит Бога. Все милостивый, всемилостивый Господь. И главный стих Библии, а вот в этой книге Библия 77 книг. Одна книга, там есть Иоанна, третье послание, она только страницу занимает. А другая занимает 50 страниц. 77. Главная книга какая? Вся главная. Но если бы сказали только с собой одну можно взять в тюрьму, я бы взял и все. Евангелие от Иоанна. А если бы сказали только одну главу? Третью главу. А если бы один стих? Шестнадцатый. Это Библия в миниатюре. Звучит так. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Отдал на распятие Иисуса Христа, который от Девы Марии родился. Он безначальный. А теперь он видимый образ принял. И наши грехи понес на себе. Вот как. Вот когда мы смотрим в Третьяковской галереи, там одна комната, посвященная картине Иванова, явления Христа народу с холма. Христос спускается, а Иоанн Креститель крестит народ, из Рердана выходят. И он вот так руку простирает. Это на Евангелии от Иоанна, первая глава, двадцать девятый стих. Вот агнец Божий, ягненок Божий, который берет на себя грех мира, он умер за нас. И когда человек кается, он прощает. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Третья глава, тридцать шестой стих, говорится так. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Неверующий в Богу представляет его лживым. Неверующему, кто не родится свыше, придется страдать много. Бесконечные муки с сатаной в озере огненном. Лучше мы не родиться совсем. А раз родились, мы должны для Бога жить. Радоваться, веселиться в Боге. Радость, праведность, святость в Боге. Вот у нас всегда подъем 4,40. Во все дни, независимо от выходных, в 4,40, чтобы до 7 часов и помолиться, и Слово Божие посчитать. Мы Бога благодарим за все. Это уже четкая такая программа. У мусульман тоже это есть. А у неверующего ничего нет. Мусульман-то, он на минарет-то залазит там, кричит-то как? О, правоверные, лучше Аллаху молиться, чем лежать и спать подушки давить. Он кричит-то правильно. А у нас колокол бьет, он ничего не означает. Это колокол живой. Почему такие минареты высокие это? И мы проехали и просвидетельствовали всем о любви Божией, о великой радости, что я не должен сатане ничего. Я все ему выкинул назад. И Господь говорит, какой бы ты ни был, какой бы грех ни совершил, раскайся, плачь и рыдай, и я прощаю тебя. Твой грех, я ответил за него, я заплатил за тебя кровью своею. Вот для чего жизнь дана человеку. Написано так одно стихотворение. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. Земная жизнь встречает нас сурово, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Слова какие? Да. У меня стихи, 4 тома по 800 страниц. 3467 стихотворений, и каждое по 36 строчек. 9 куплетов по 4 строчки. И вот одно, я моряк был, а одно, называется такое, рыбацкая шхуна, с волнами боролась, стремительно крен возрастал, смятение росло, но раздался вдруг голос, и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, был лопасти, виден плавник, как туша убитого кем-то финвала корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка. Объятие холодной волны над пропастью мглы с ледяной повязкой о чем бы подумали мы. Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечно девятой волне. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Красиво. Это положено на музыку, поется. Если вы зарядите День Победы, ну, на 9 мая, и рядом Игнатий Лапкин, и там выйдет День Победы, исполняется, ну, красочно так, кадры идут, и мои слова. День Победы. И дальше слова мои. Игнатий, а как вы пришли ко всему этому? К чему? Ко всему этому как пришли? Когда у вас? Я родился в старообрядческой семье. Я с детства знал, что Бог есть. Я не могу сказать точно, ну, порядка 3 года я уже это знал. Отец у меня в 40... Я в 39-м году родился. А отец ранен был, оторвало руку ему под Смоленском, 41-й год. Ну, значит, он пришел в 42-м, и я помню, как он пришел. Это мне третий год был. Я помню. Я знал от матери, что за смертью есть бесконечная жизнь. Или в раю с Богом, или с сатаной в огне мучиться. Нескончаемо никогда. Всю Вселенную разложить на молекулы, конец все равно будет. Это никогда. Мать говорит, Бог сказал, терплю до конца, но буду мучить без конца. Такой фразы нету в Библии, но смысл такой есть. И меня Бог сохранил. Она говорила, вот это нельзя делать. Если ругаться будешь, за язык крюк подвесить, ты будешь бесеть. Неправду скажешь, там змеи тебя путают. Она по-своему объясняла. С женщинами нельзя иметь дело, пока не повещаешься. Только законно должно быть. Никогда жену не оставлять. И меня Бог сохранил от женщин. Блуд съедает мозги. Почему люди такие сегодня говорят, что он не слушать не может ничего. Дырявые мозги, проблудил. Теперь вместе с этим еще компьютерные игры. Нисколько не меньшее зло приносят. И я знал, что есть ад. И Бог меня берег. В комсомол, пионеры мы не вступали, боялись. Мать говорила, танцевать будешь, там в вечности на раскаленных иголках будешь плясать. Она по-своему объясняла. И вот после армии, мне было 23 года, в это время меня Господь нашел. В руки мне дали Евангелие, Новый Завет, вторая часть Библии. А люди, которые дали, а я на корабле работал, они пригласили меня к себе. Они обедали, а я в другой комнате был. Когда они зашли, там через полчаса, меня уговаривать не надо. Мне ничего не сказали. И как книга? А я везде искал божественно и все это выписывал. А я говорю, я не знал, что Библия это Божье Слово. Я говорю, хорошая книжка. Они улыбнулись и говорят, не книжка, это книга жизни, это же Библия. А это мне ничего не говорило, что это Библия. Ну, поговорили, они говорят, а вы хотели бы помолиться? Я говорю, очень. Ну, и стали молиться. А я что знаю, Богородица, Дева, радуюсь о молитве, достойно есть всякого истину. Ну, православный. А они говорят, а своими словами, проститесь, что вам надо? Мне ничего не надо. У меня все есть, здоровье, работаю на корабле, у меня денег. Вот, ну, учусь. Что мне еще надо-то, молодому человеку-то? А когда они... Эх, Бог знает, что надо. Я в это время занимался на семи языках. Я знал, как это непросто. Хотя в немецком собрании уже говорил проповеди по-немецки. По-латышски за три месяца уже язык знал. И когда они показали вторую главу Диане Апостолов, как апостолы заговорили на разных языках, я говорю, как, сразу? Не знаю. Как сразу-то? Даже не считали. И сразу заговорили по-арабски. Так ты не веришь в это, я говорю? Я языками занимаюсь, поэтому я могу сказать, что это невозможно. Ладно, ты не веришь. Давай вырвем это. А ты другой не веришь, что он воскрес. Давайте из четырех Евангелий вырвем. Другой не верит, как Лев Толстой, что без семена, без мужа Христос зачат был. Тоже вырвем. У нас одни корочки останутся. Я подумал, и это резонно. И когда сказали, давай помолимся, проси, чего хочешь, я понял, у меня нет веры. Евангельской. И я своими сказал словами, Господи, дай мне веры в то, что написано в Библии, я ее не знаю. И вот как сейчас помню, когда где-то в горах туристические походы, у тебя тяжелый рюкзак, там все есть с веревками. И когда снимешь, тебя еще вперед клонят по инерции. Вот у меня такое состояние, как будто с меня эти лямки кто-то обрезал, я даже качнулся. Я за всю жизнь не слышал ни голоса, ни видения. У меня не было, у меня психика стопроцентная. И мне показалось, будто бы вот так в комнате звук раздался, верю, 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 как эхо. Я не слышал, мне показалось так. Я когда встал с колен, я уже другой. И на того, который склонился молиться, и который встал, это абсолютно два разных человека. Мне уже ничего этого не надо. Я тогда учился в мореходном училище, но в душе все время тоска. Я умру. Зачем мне все это? Да, я люблю девушку, я женюсь. Зачем мне все это? Когда я умру, и там Бог будет решать по-другому все. Что спасения нету, это я знал. Меня нельзя было обманить. Я хожу в церковь до этого, свечки ставлю. А я знаю, что я не спасен. Вот меня совесть никогда не обманывала. Я грешник. Я не пью, не курю, не ворую, не матерюсь, не блужу. У меня ничего этого нету. Но внутри меня голос как бы, я грешник, грешник. Я негоден для Бога. И вдруг я узнаю, что Христос умер за меня. Это мой пришел Спаситель, Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой кровью причистой смыть молю. Да, смыть молю. На Голгофу, на распятие Иисус идет. Струи крови по дороге израны льет. Такое песнопение есть. Это потом я уже узнал. А мне вечером возвращается лоцманский катерок, который нас завозит. Корабль на рейде стоит, работает. Мне привезли только первый борт, который называется фальшборт. Внизу там у него отверстие, чтобы волна вытекала. И первому матросу говорю, живем неправильно. Жить надо для Бога. Иисус умер за нас. А у меня характеристики блестящие. Я член судового комитета. А тут сразу блуждаю на религиозном болоте. Никому не нужен. И все, пошло вот так вот. Мне пришлось уйти из училища, уволиться и уехать в другое место. И 57 лет я несу это иго с радостью. Вот как мое обращение было. Я всегда планку поднимал выше головы. То, что казалось невыполнимым, я просил Бога, и Господь помогал. У вас очень темно, не видно вас там. Вот так хорошо видно. Вас как звать-то? Меня Тимур зовут. Тимур? Да. Да благословит вас Господь, Тимур. Да откроет истину во всей простоте и святости. Вот вы если зайдете открытым оком и скажете, во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы найдете меня в Ютубе, сайт, форум, под этим имением называется. На форуме 1600 тем. Больших-больших. Допустим, Путин. Все его от рождения до смерти. Все показано. Тема. Тема это всеохватная. Там и ролики, там и фотографии. Ну, очень богатый материал. А про Ютуб и говорить не надо. У нас 16 850 роликов. Тысяч. Нету. Считаю, по сегодняшний день это самый большой в Ютубе канал. А это лично мой канал. Вы его сами ведете, да? Ну да. Мы работаем. Меня блогером прозвали даже. Ну это у них как бы похвала, а я считаю, это как обозвали меня. Блогер православный говорит. Самое, как они назвали, что-то интернетная община. В интернете там по-разному. Если зайдете на сайт, сайт через гугл, там вы найдете. Там фильмы государственные о нас снятые. Не просто фильмы. Первый фильм «Причустия» занял первое место на международном киноконкурсе. Документальных фильмов. Тогда на бобины такие снимали. Восьмидесятые годы. Девяностые уже были. Подходили. Второй фильм полностью про меня. «Златоуст из Потеряевки». Первое место в России. Занял. Документальный. Там артистов нету. Просто спрашивайте, отвечаю, показываем, как мы работаем. Косим, там за скотиной ухаживаем, проповедуем. Крещение как идет. Документальный фильм, он 45 минут. Больше нельзя. Меня долго упрашивали, чтобы согласился я снимать. И мне это не надо. Говорят, пиаритесь. Я не знаю этого. Мне это ничего не дает. Кроме радости, что через это новые души приходят ко Христу. Которых я не знал. Погромче говорите. А здесь вы для чего сидите? Здесь для чего нахожусь? Да. Потому что тут Содом и Гоморра. Тут блуд. Рукоблудие. Все, что хочется, выкупляется. И мне показали на это. Один у нас умер. Он два ролика только поставил. Парализованный Сергей. Я попросил, Господи, дай мне этот талант умершего Сергея. Парализованного. Я вошел сюда. Ну, на тот день, когда уезжаю. 10 июня день рождения. Я уезжаю в деревню. Я в городе сейчас, в Барнауле. На 4 месяца. Я в Барнаульске. А потом возвращаюсь и 8 месяцев здесь живу. И за это время, там, сколько, я не знаю, ну, может, полтора месяца. У меня получилось столько бесед, 450 роликов. Много с мусульманами беседовали. И люди встречались, которые на наших ресурсах. Они, о, Игнатий Тихонович, как вы тут попали? Мы пришли сюда, чтобы возвестить волю Божию. Что так жить нельзя. Эта обстановка сильно изменилась. Мусульманские дети всегда уважали старших. А сейчас этого нету. Они меня увеют. Ой, Хаттабыч пришел. Кричат матеряться. Ну, куда это годится? Мы всегда знали, что у мусульман, у них почтение к старшим. Вырабатывается. Это национальное. А сегодня этого нету. Я их упрекаю, они тогда назад. Я говорю, все снимается, в интернете будет. Тебя родители увидят-то. Тебе сколько лет-то? Ну, сколько? Десять. И такие слова матершинники. А мне 80. Ты мне вправду кигодишься. Вот для чего я здесь нахожусь. Вы обязательно на наш YouTube заходите. Если вы зайдете, я могу сегодня попросить или как, чтобы вот этот наш разговор завтра уже утром стоял в YouTube. Может, наоборот, не надо. Не надо. Я молился с утра. Господи, пошли не раздетого мужчину-то. И чтобы можно было поговорить. Чтобы он не спорил. Я же возвещаю истину. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он истину возвещает. Вам будет очень интересно. И кому показать, скажешь, вот я разговаривал. Как люди относятся к другим вероисповеданиям. Я мусульманам всем показываю сразу. Библию показываю. Это не наша книга. Я вот так покажу. Это ваша книга? Ой, Коран. Я говорю, считай, не можешь. А тут ты баран. Не можешь прочитать. На 120 человек ни один не мог прочитать. Только один прочитал. 121. А что несет в себе Коран? И что несет в себе Библия? У меня один том написан на этот. На этот ответ я отвечаю. Один том. Я сравниваю Коран по сурам и аятам. Все в сравнении с Библией. Полностью весь Коран разбираю. Что святые говорили и как. Ни нападок, ничего нет. Просто разбор такой, как историк. Как это? Откуда взято? Я вот сегодня с ними говорил. Но они мало знают пацаня-то просто. Один встретился, даже не спорит. Я не спросил, сколько лет ему с бородой. Одетый. Такая речь у него хорошая. Мусульманин. Ну, видно было, что знает. Но я ему тоже эти вопросы задал. Ему так интересно это было. Потому что я занимался и занимаюсь. Коран у меня лежит. А ты Библию, если в руках не держал, что ты можешь сказать-то? Я спрашиваю. Скажите. У вас Ибрагим есть? Есть. В Коране есть. А у нас Авраам. Это одно и то же имя. У вас Сулейман, а у нас Соломон. Ну, похоже же все-таки. У вас Иса, у нас Исуд. У вас Марьям, у нас Мария. Ну, да. Ну, так давайте. Наах там, это Ной. Ну, значит, Давыд, Дуайт. Так? Да. Ну, теперь скажите. Кто у вас написал Коран? Я не знаю. Потом один говорит. Мухаммад. Я говорю, правильно. Это его откровения записали. И теперь он поминает Дуайта. Давыда, да? Ну, да. Вот в этой книге, я повторяю еще раз, 77 книг. Самая большая по размеру. Псалтырь Давида. 150 песен. Почему он ни одной песни не взял сюда, если он святой? Он его святым признает? Почему нету ни одной? Вы ответить не можете. Я в конце отвечу. Теперь Сулейман Мудрый, там Сариса подняла подол, как это написали. А книги ни одной нету. А у него четыре книги. Притчи Соломона, Премудрость, Секлесясты и Песня Песней. В Библии четыре книги. Почему он из четырех книг даже одного стиха ни одной главы не напечатал? Тоже не знаете. Я знаю. Я скажу, что он когда женился на этой торговке, она в два раза старше его была. Он грамотный, как купец, везде ездил. И он встретился там с еретиками, с арастрисами, и евреи, которые жили. И он по слуху услышал. Его сердце подсказало, что они святые. Но книгу он не держал в руках. Ее и не было. 20 лет надо было работать, чтобы книгу Библии заработали. Это от руки переписывалось. Вот почему. Поэтому он ни одного псалма не знал и не мог написать. Чего не ответить-то? Если 150 псалмов, ни одного нету. То есть меня спрашивают, когда сура, а я вам отвечаю, какая сура, а я что написано. Почему? Потому что я считаю. Я говорю, вот это очень хорошая сура. Вот это вот прям по Евангелию прям похожая очень даже. А он не мог это показать. Он не знал. Он очень любознательный был. Он много ездил, как купец. И много слышал. Вот какая причина. Я не обвиняю ничего. Коран это что-то взятое из Библии. Да. Многое. По наслышке. По наслышке. Он Библию в руках не держал. Поэтому у меня слово Аллах, Мухаммад. И кажется, я забыл какой-то Коран. Я их стараюсь не произносить. Потому что они болезненно реагируют на них. Не надо. Это ваша книга. Вы сами разберетесь. Я проповедник Евангелия. Ну, у нас такой разговор не воинственный. И надо, чтобы яснее понять, о чем я говорю. Поэтому я назвал. Я не считаю это заклятое имя или как. А чтобы не раздражать собеседника. Я хочу, чтобы он сам сказал. Я задал вопрос. А сколько сражений он провел? Один. Двадцать два. Я говорю, не двадцать два. Семьдесят два. Семьдесят два. И только два были оборонительные, когда напали на него. А семьдесят – это грабили караваны. Больше ничего не было. Разделил правильно по всем. Закят этот, там, двадцатую часть отдавать. Я вам все расскажу. А где вы узнали это? Они знают. Заря Востока. Ташкент. Мусульманский институт. Большие очень журналы. Я ими занимался. Это целая пачка. Чтобы что-то знать, надо много учиться. И мне ни один не возразил. А где Харан взяли? Я был в Йеменском посольстве. Меня это интересует. Вот я говорю, что Коран меньше Библии в пять с половиной раз. А меньше Нового Завета в 1,16. Я такие данные выдаю, которых ни одного мусульманина нет. А почему? Я знаю, сколько букв в русском переводе. Сколько раз какое имя встречается. Меня спрашивают, а в житиях святых что написано? В 1173 биографии у нас, 12 книг. А что-нибудь из них есть у него? Я говорю, есть. Я спрашиваю, Мула, он не знает. Мула, имам, там генерал считай, не знает. Я говорю, семь отраков ефесских. Как их Господь воскресил. У вас есть? Есть. Так это из жития святых. А они не знают откуда. Понятно? Вот что говорили историки, политические деятели за 1500 лет. Потому что Мухаммад умер в 632 году. Что сказали? У меня все в книге помещено. Я должен был эти книги найти, перепечатать. Эту работу не выскажешь. Когда я книги издавал, я за компьютером провел. За компьютером, не за картинки смотреть, печатать. 30 тысяч часов. И после этого, когда он сейчас стал распространять, почти еще 60. То есть где-то около 100 тысяч часов я провел в интернете уже. У меня в среднем 14-16 часов каждый день. Как-то время. Я молился, и Бог дал мне здоровье. У меня на сон уходило 2,5 часа в сутки. Остальное время я работаю на работе. А потом прихожу дома, занимаюсь. Православные книги. На церковно-славянском. Переводы разные делать надо. И дать людям. Это интересная, красивая жизнь в бедности. У меня ничего нету. Вообще ничего нету. Вот это вот, что у меня есть. Это все я выиграл у государства. 11 лет шел в суд, когда меня освободили. 11 миллиардов должны были теми деньгами. 11 лет, и я его выиграл. А рассчитываться нечем. Я предложил недвижимость. Все два дома в центре города. Это частные дома. И 13 соток. Красивое место. Рядом обь. Мост этот самый прекрасный. Рядовое движение туда, трех обратно. Я туда хожу иногда прогуляться. И вот Господь все это сделал. Брат мой священник. Он как-то тут же молимся мы. И он говорит, хорошо, что брата моего посадили. А если бы не посадили, негде молиться было бы. Я один дом отдал под храм, а в другом живу. А тут миллионы стоят. Не купить, никогда не построить. Это готовое. А тут были афганцы. Ну, вояки. В афгансане воевали-то. Они тут много ремонт сделали. Ворота, решетки, батареи. Ну, и начали их отсюда выкуривать. Ну, и приехал тоже сюда советник. Главы администрации города. Овщинников Владимир Петрович. Он тоже в Афганистане был. Но они его знают. Он советник мэра города. И он говорит, это государственная необходимость. Вам в другом месте найдем. Место еще лучше будет. Ну, и выкурили их отсюда. Ну, а мы начали быстро переделывать. И храм сделали. Это Бог делает так. Приехал мэр города. Начальник Баварин Владимир Николаевич. С Луцки пришел. Заведующий государственным имуществом города Барнаула. И все это сфотографировали. По рукам ударили. Поцеловались. И все. Судебное решение. Мировое заключение. В счет погашения задолженности передо мною. Вот так. Так что такого дома во всей России нет. Чтобы каторжнику мэр города. Который входил в десятку лучших мэров города. Приехал и передавал. И тут же корреспонденты снимают все. Лапкин предпочел храм недвижимости. Заголовок в губернской газете. Я сказал, сколько бы мешали. Мы никогда не проклинали власть. Омолились. И Бог услышал. Мы хотим дать пример. Не ругать себя надо. Не на площади идти там с Навальным. С безумными людьми. Омолиться и работать. Работать до седьмого пота. Я вот когда работаю. У меня пот еще даже в сапогах мокрый. Я неукротимый в работе был. Всегда на работе было. На стройке. 280-300 процентов. За день две пищи. От фундамента с трубой. А его делают несколько дней. С завязанными глазами мог бы сделать. Я кончал строительный техникум. Мне все это интересно. Сказать, хвалишься. Я не собой хвалюсь. Богом. Бог дает такую невероятную силу. 81-й год учитывать надо. Это не просто так. А какой путь-то прошел. Я не за печкой сидел. Иногда там где-то... Ой, Солженицына к нам привезли. С чем-то я похож. А биография очень похожа. Солженицын многого не знал, что мне Бог дал. А я многого не знал, что он. Его труды я распространял. А мои он не распространял. Так что его все у меня есть. А моего у него нет. Отсюда вывод, что я знаю больше, чем он. Если у вас идея яблоко. И у меня, говорит, яблоко. Мы обменяемся. У каждого по яблоку. Но если у вас идея Коран. А у меня идея там Библия. И мы обменяемся. У каждого по две идеи будет. По две. Никак яблоко остается одним. Надо все смотреть интересно. Мне вот подарили вот такие. Телефон. Я никогда не звоню. Крайний случай где-то застряли. У меня ни машины, ничего нету. И я счастливый. Все в заплатах. Я сам заплаты ищу. До десятого колена заплаты, наверное, хватило бы где-то. Под каждой заплатой, говорится, миллион. Денег нету. Но вот ехать надо было. Я только помолился. К утру вдруг сообщают из Калининграда. Вам деньги нужны? Никогда не встречались. Я не вру. Булкин был этот. Димитрий. Я говорю, это на книге. Я перестал издавать. Потому что 38 томов. 31 килограмм. Метр 40 на полке занимает. Да еще 7 томов. В интернетной версии. Не знаю. Но на что-то же нужны. Я говорю, едем. Большое путешествие. И мне накидали денег. Мы только за одно путешествие на бензин потратили 440 тысяч. Ну, по сегодняшним деньгам это полмиллиона. Купили газель. А у меня денег вообще нет. Нисколько. И куда бы ни пошел, сразу есть. Вот нынче было так. Я... Это 5 лет назад было. 6 почти лет назад. Зашла жена и... Что-то у тебя у глаза дай-ка вытру-то. А я не люблю, когда мои глаза трогают. Я сам. А только что ногти пострелил. Я начал убирать. И щекнул. Я порезал этим ногтем острым. И попала инфекция. Жена виновата. Но... Глаз напух. И я 5 лет... Мучился с этим. А тут как заиграл. А то ли я простудился или еще-то. Гной. Напухло. И... Меня сразу наш врач в краевой больнице сказал. Немедленно в больницу. Я приехал. Около 15 кабинетов прошли анализы сдавать. Можно ли делать операцию. Давление. Рентген. Там... Глаза. Ну, все. Все. Все проверили. И вот что делает. Все узнали. Я вам интернет дал. Как молиться. Начали в Австралии. В Америке. Там в Англии. Я даже не знаю, где люди молились. Я утром встал. У меня не болит глаз. Все. Прошло. А меня уже тащат. В больницу врач вышел. Такой надевается, как салфан. И сзади завязывается. Завел в операцион. И ложитесь. Я говорю. Мне уже лучше. А врач мусульманин. Врач. Я говорю. Меня сейчас надо смотреть. Меня смотрели 3 дня назад. У меня сейчас не болит. Я Богу молился. Так вы будете делать? А он глаз должен делать. Там еще разрез делать. Это глаз. Я говорю. Никак. Нет. Он опять. А я стою. И рядом кушетка. Только ложись. И сейчас операция будет делаться. И я не лег. Я поблагодарил и вышел. И по сегодняшний день уже целый месяц. Это чудо Божье. Я встаю утром. Раз. Вижу. Закрывая один глаз. Больной, который был. Я вас вижу. Что вы кверху головой. Считаю одним глазом даже вот. Соединение с собеседником установлено. Страна. Ваш пояс. Стоп. Далее. Больным глазом просчитал. Интересно? Здорово. Да. Это моя жизнь. Я ее прожил не в углу. И поэтому Бог так сделал. У нас в семье было 10 ребятишек. 5 мальчишек. 5 девчонок. И отец без руки с войны. Мы жили очень бедно. Но отец говорил. Он чуть-чуть верующий. Хочешь пить? Пей. Курить хочешь? Кури. Но не воруй. И в карты не играю. Узнаю башку от шибу. Мы как огня боялись. Отец был очень крутой в этом вопросе. И поэтому Бог от всего спас. А мать говорила. Не пей. Не кури. Мать говорила так, что отец разрешал. И мы не пили, не курили. И родители вместе вдвоем полкласса не кончили. Как они это знали? Вот отец смотрел, чтобы не было несчастья. А мать-то там хозяйство же большое. Свиньи, коровы, овечки, гуси. Отец без руки пасет коров. Ему надо надеть сапоги. Помочь отправить. И мы никогда не слышали, чтобы мать оговаривалась с отцом. Или он вышел, она бы дальше... Никогда. И мы не слышали, чтобы они ругали власти. Никогда. И нам это передалось. Десять ребятишек. Они нас не воспитывали. Нас Бог воспитывал. Но мы видели пример. Вот мать скажет днем и говорит. Вот отец наказал, чтобы пропололи в огороде по два рядка. А мы не успели. Мне надо сусликов ловить. Шкурки сдать, чтобы велосипед купить. Велосипед 72 рубля. А шкурка первым сортом 6 копеек. Вторым 5,4 десятых. А третьим 3. А кто принимает за 20 километров, он всех сделает по третьему. Я их должен высушить и обезжирить. Обезжирить должен. Вот как. И как это так? И мать скажет. Отец придет. Он жарился на поле и скажет. Вы не сделали. Как же так? Что он скажет? Мы боялись этого слова. Что скажет, я даже не знал. Ну понятно было. То ли сделали, не сделали. Отец придет. А мы не сделали. И поэтому мы делали то, что сказано. А сегодня родителям прикословят. У меня подготовка была такая. К тому, чтобы принять евангельское учение. Посты все соблюдали мы. В детство. И потом мне это все нетрудно. Поэтому, когда говорят намаз совершают мусульмане 7 раз. Я 5 раз говорю. У нас 7 раз. Во сколько? Столько-то. У нас 100 поклонов. Так, утренний, вечерний, добавь еще 200. Получается 900. Ну и начинаем молитву. Вполне 1000 поклонов каждый день. И это не в тягость, а в радость. Поэтому, где мы были, склонялись. И мусульмане рядом. Мы знали, нас никто не тронет. Они очень любят, когда люди молятся. Они знают, я безоружный. Никого не тронем. И они молятся рядом. Мы в этом убедились. Поэтому молитва нас объединяет с ними в этом вопросе молитвенном. А как вы относитесь к патриарху Кириллу? Никак. Его здесь нету. А за глаза что можно сказать? Я с ним не встречался. Приглашал Потеряевку. Он прижал в Барнаул. Но его охрана, его сюда не пустили. А тут рядом были. Вот он там у него яхты. Вот он табаком. Водкой торговал. Мне что до этого? Хотя Андрей Кураев говорит, было это все. Ну и что, я сейчас засыплюсь. У меня в Библии написано, что смотришь на сыщок в глазе брата, а в твоем бревной ты не чувствуешь. Вынь прежде бревно. Такого бревна у нас нету. По его должности, видимо, так понимает, ему надо. Я вообще никогда об этом не думал. Я молюсь о нем. Я молюсь. Вот утром молитва. Господи, спаси, обрати. Коснись сердца правителей. Дай мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Коснись сердца правителей. Умягчи его, чтобы сдавали мудрые законы, дали достойно жизнь людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Сохрани их от покушения. Владимира Путин, Дмитрия, Эрдогена, Амана, Владимира Зелинского, Александра Лукашенко, Амана, Эрдогена. И, конечно, всегда мы поминаем Рамзана Ахматовича. У меня от него благодарность. Я там книги оставил ему. Лично не встретились. Он мне очень нравится, не скрываю. Он единственный правитель. Он был тоже, как себя, президентом. Какие ему президенты? Глава администрации. Переименовал всех. Один. И мало того, он запретил аборты в своей стране. Абортов нету в Чечне. Он провел закон. Как преступление, как убийство. Это я говорю с того, что считал. Я даже вполне поверю в это. Вот у него на заседании женщины сидят в платочках, какие они, когда заседают. И там какой-то милиционер заснул, он его поднял. Ты пришел спать. Сразу его выгнал и все. Разжавал. Мне это очень нравится. Он работает. Едет на велосипеде по Горозному. Едет на машине. То ли умышленный лет нарушил где-то штраф. И он стоит у кассы платить деньги штраф. Это надо придумать все. Он молодец. Вот это ворота, которые запер он. Откуда все это шло. Он говорит, я знаю, что и я погибну. Как отец погиб. У нас все в природе такие есть. Тем более. Мы каждый день молимся, чтобы его Господь спас. Аман Тулеев сказал слово о Христе. Это личность, которой нет равных во Вселенной. А он мусульманин. Стали пускать молву, что он христианином стал. И вдруг показывает, там сидят мулы, заседают, приговаривают его к смерти. Правда это или нет, Караганда не стоит, губернатор. А мы молимся за него, чтобы Господь его сохранил. Игнатий, вот смотрите, в последнее время на Ютубе очень распространен контент о том, что религия была придумана для того, чтобы управлять человечеством. Правильно. Правильно. А кто это придумал? Да, Бог-то и придумал, если грубо выражаться так. А без управления-то ничего и нет. Давайте примем их слова. Правильно. Но не те, кто верующий стал. Апостолы придумали, чтобы ими управляли римляне. И все они умерли, казненные. Они придумали, чтобы их казнили. Не пройдет этот фокус. Не пройдет. Религию мы не проповедуем. Мы проповедуем Христа, распятого, воскресшего. Христос умер за наши грехи. Он, Спаситель, Он взял мои грехи, за них умер и меня принимает через веру в Него. А человек, говорит, придумали человеки. Человек не может еще это придумать. Человек придумал закон. В советской власти нет другой закон. При царе был закон? Нету. А Господь дал закон. Вот, Библия, Евангелие. Златоуст, говорит, на все времена. Его считают в Египте, на севере, на юге. Три тысячи лет, и один закон не меняется. Новозавет не дал Господь. Какой бы нации ни был человек. Закон один. Несмотря ни на какие запреты государственные законы. Бог сказал. Мне сегодня один говорит. Я во сне вас видел. Сегодня ночью. Даже такое пишут. Заседание какое-то. Там министры, генералы. Там перечисляют какие прокуроры. И посередине сидите вы. Какой-то большой класс. Столы сдвинутые. Все заседания идут. И вас обвиняют. И потом прокурор говорит. Игнатий Тихонович, что вы можете сказать в свое оправдание? А в чем обвинять? Это сон. Мы очень похожи так. Вы встали, открыли Библию и говорите. Сейчас и на растяжку. Я читаю вам слово Божие. А они смотрят. И вдруг вы голос повысили. Встать всем! Бог говорит с вами. Они все соскочили. И не могут понять, как так. Его подсудимый поднял всех на ноги. А это в моей жизни было. Бог говорит. Сними шапку. Как Исаак Ньютон. Когда читали Библию, где бы ни было, он сразу снимал шляпу. Бог говорит. А вы временные мотыльки. Завтра у вас не будет. И праха не останется. А Бог вечен. Ему поем Аллилуйя. Аллилуйя по-еврейски значит. Слава Богу за все. Слава тебе, Боже. Ну что, все? Все очень интересно. Будем прощаться. Я вам говорю, что мне очень понравилась эта с вами беседа. Мы проговорили 54 минуты, то есть 55 минут. Я сам, как правило, не закачиваю. Не закачиваю, потому что это очень трудно. Мы отсылаем в администрацию. Там бывает другой совсем город. Там ставят. А я только замки снимаю. Как автор. Но тут я постараюсь, чтобы к утру, завтра воскресенье будет, к утру этот ролик был. А заглавлен будет, можете подать совет. Как бы вы хотели его заглавить. Я не знаю. Но, не знаю. Если вы назовете, я приму во внимание. Вот на нашу беседу. Вы только в скайп зайдите, Игнатий Лапкин. Не потеряйте меня. В скайп? В скайпе, скайп. Разговаривать по скайпу. А, по скайпу. По скайпу разговаривать. И вы в скайпе меня найдите и скиньте. Игнатий Лапкин. С этой именем, фамилией я один. Если вы заглядете за Кузнецова, там 5,5 миллионов их. А я один. А сколько у вас подписчиков на Ютубе? На Ютубе? Да, немного. 42 тысячи. И 42 миллиона просмотров. Ого. Это много. Ну да. Так у нас, мы же не слепляем. Вот как есть, говорим, так и есть. Вот я махнул на вас руками, так там будет показано. Я протянул руку, там так и будет показано. Мы, я не умею это делать, лепить, да и не очень расположен. Там, конечно, красивее, как они кадры меняют. А у меня этого нету. И поэтому люди приходят на наш канал, говорят, не знаю почему, никак не могу уйти с этого канала. Мы показываем все, как работаем, как мы молимся, как обедаем, как отдыхаем. Мы показываем, как надо жить в Боге. Чисто, красиво, интересно, по-братски. Помню, что есть смерть. Есть воздаяние за все. Не так, что мы с вами расстались, а я бы сейчас сначала говорил, да он такой-то, такой-то, у нас, кстати, не принято. Вы уйдете, я только могу сказать. Я молился, и Господь услышал. Так, у нас в очень. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...